И мы, ребята, только что построили наши зомби-базы за одну минуту Давайте, ребята, посмотрим, что же у нас получилось Вот, ребята, смотрите, что у нас сделал мотылёк Если что, ребят, реально сложно построить зомби-базу за одну минуту, тем более очень-очень хорошую Мотылёк, ребят, буквально за 60 секунд успел поставить забор, ворота и, в принципе, больше ничего Вот, ребята, смотрите, что у нас сделал Карим Смотрите, у него, в общем, ребят, вот такие внутри палатки, где можно, получается, отдохнуть И вот такая вот огромная вышка, где можно, ребята, отстреливаться от зомби В принципе довольно таки прикольно Следующая ребята моя база Моя база конечно ребята уже будет немножко получше В плане именно оснащенности У меня целых 4 вышки по периметру К сожалению я ребята не успел поставить ворота Любые вообще в принципе видите у меня ребят ворот нету Вот такие вот да друзья очень удобные вышки В принципе неплохо как по мне получилось Следующая у нас ребята база от Неона Неон у нас ребята сделал очень крутой забор Под электричеством Но он правда ребята не успел поставить тоже ворота Или хотя бы какие-нибудь двери И смотрите ребята что внутри базы Неона Вот такая прикольная палатка где можно отдохнуть И ящики с боеприпасами Следующая у нас ребят посмотрите просто огромнейшая база И вот ребята самая последняя база от Мяхта В принципе довольно таки ребят большая прикольная Только он ребята не успел даже поставить ворота В принципе вообще даже видите дырки Да прохода нету И получается ребят чтобы взобраться на эту базу Нужно просто-напросто запаркурить Оттолкнуться от этой стенки и залезть в принципе на нее И вот вы видите вот такие вот прикольные вышки Сверху он сделал чтобы отстреливаться от зомби В принципе ребята для обороны То что нужно В общем да друзья вот такие вот прикольные Зомби базы за одну минуту у нас получились И мы сейчас ребята будем строить зомби базы За пять минут погнали Субтитры сделал DimaTorzok И мы ребята только что построили наши зомби базы за пять минут Давайте ребята посмотрим что же у нас получилось Вот друзья первая зомби база от Карима Посмотрите Он ребят получается предыдущую базу прокачал Поставил уже целых две вышки И вертолетную площадку В принципе довольно таки ребята неплохо Также ребята сделал дополнительную комнату с припасами Окей Следующая у нас ребята база от Неона Он ребят ее тоже в общем прокачал Он поставил такие вот прикольные ворота открывающиеся И в целом ребят очень очень даже прикольно получилось Смотрите вот такая палатка внутри Боеприпасы, аптечки, припасы И в принципе ребят такая вот огромная вышка для отстрела зомби И ребята следующая база от Волка В принципе ребят он видите немножечко совсем улучшил Но как по мне за пять минут можно было и лучше Следующая у нас ребята база посмотрите Вот такая вот очень очень крутая и прикольная От Клима Катаева Посмотрите ребят Он поставил какую-то старую фуру Которую видимо он чинит Вот такой вот прикольный ребят шипованный забор Машину ребят какую-то старую военную С пулеметом сверху да с турелью И огромное ребят видите количество деталей Видимо он чинит эту машину Двигатели всякие вы видите да Бочки, вооружение и так далее и тому подобное Ну и конечно же друзья Небольшая вот такая вот вышка с антенной Чтобы видимо связываться с другими выжившими И следующая у нас ребята база от Гризли В принципе довольно таки ребят прикольная Высокая Зомби в принципе сюда даже не смогут нормально взобраться Она даже ребят разделена на две части Вот таким вот мостиком Следующая у нас ребята база от Мяхта Посмотрите ребят он прям реально постарался Построил очень-очень мощный забор И вот такие вот ребят тоже сверху вышки Довольно таки ребята оригинальненько получилось Здесь вот такой вот подъемный ребят Вот этот заборчик Следующая ребят конечно же база от меня Я ребят короче свою старенькую базу Переделал очень-очень сильно Как по мне в принципе довольно таки неплохо получилось Смотрите друзья здесь у нас боеприпасы Бочонки с топливом Вооружение В принципе все что нужно здесь у меня ребята есть Также сверху две огромные вышки для отстрела зомби. И по периметру я, друзья, поставил такие вот четыре вышки, чтобы расстреливать тоже зомбаков. Чтобы они просто, ребят, ко мне не подошли неким образом. И также у меня, друзья, такие вот прикольные ворота с шипами, чтобы зомби даже, ребят, никим образом не попали на базу. В принципе, довольно-таки, ребята, неплохо. И вот, ребят, еще одна база от Мотылька. Посмотрите, очень, ребята, круто сделано. У него такая вот огромная вышка с водонапорной башней. То есть здесь даже, ребят, у него можно покупаться, смотрите. Правда, ребят, единственное замечание лично от меня, смотрите, слишком какие-то низкие ворота. Я думаю, сюда зомби довольно-таки легко перелезут. Но я думаю, ребят, прокачать эту базу можно, так что это, в принципе, не проблема. И вот, ребята, самая последняя база от Спринга. Он прям, друзья, знаете, какой-то такой вот бункер, да, построил мини-бункер какой-то, база-бункер. Какие-то здесь у нас, друзья, внутри припасы, ящики. И сверху у нас, ребята, вертолетная площадка. Очень, да, ребят, прикольный бункер у него получился. И сейчас давайте мы, ребята, будем строить наши финальные базы за 15 минут. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok И мы, ребят, только что построили наши финальные базы за 15 минут для зомби-апокалипсиса. Вот, ребята, посмотрите, у нас первая база от Гризли. Ого, смотрите, друзья, самый настоящий механизм. Он, смотрите, такой вот прикольный сделал. Это, ребят, больше не база, а какой-то бункер у него, посмотрите, получился. Здесь у него, ребят, пушки. В принципе, прикольненько, ребят, прикольненько. И вот, ребят, еще одна база от Карима за 15 минут. Он, ребят, прокачал свою предыдущую базу. Он, в общем, ребята, сделал ее теперь двойной. Так сказать, два уровня защиты, два уровня обороны. Две вышки, вертолетная площадка. Также, друзья, двойные ворота. И вот, ребята, новая часть базы. В этой части базы у нас находятся домики для выживших. Со всевозможными удобствами. Ну и, в принципе, ребят, довольно-таки крутая база у него получилась. И вот, ребят, еще одна база от Мотылька. Посмотрите, очень, ребята, круто сделана. В принципе, мы ее, ребят, уже видели. Он улучшил, конечно же, ворота. Прямо теперь, вы видите, очень мощные ворота у него получились. Эта же часть у него получается та же самая, да, неизменная. Но он, ребята, сделал продолжение своей базы. Именно такой вот прикольный бункер. Вот, ребята, еще одна база от Неона. Посмотрите. Ого! Офигеть! Посмотрите, ребят, просто толстючий, очень-очень мощный забор. И вот такие вот мощные, ребята, ворота. Посмотрите. Вход прям какой-то настоящий бункер. Очень, ребята, мощно сделано. Заходим вовнутрь. Здесь у нас, ребята, видите, вышки вот такие вот, чтобы отстреливаться от зомби. Палатки, медикаменты. И внутри, ребята, вы видите огромное просто помещение бронированное. Здесь у нас, ребята, находится панель управления. В принципе, довольно-таки круто, ребята, сделано. Очень даже прикольно. И вот, ребята, следующая у нас база от Волка. Посмотрите. Он, ребята, короче, сделал целых три двери для зомби. И сверху, друзья, он поставил шипы. То есть, получается, ребята, зомби подходят. И на них вот эти, ребята, шипы падают. Довольно-таки круто сделано. И вот, ребята, следующая база моя. Посмотрите, ребята. Очень большая, мощная база, в принципе, для зомби-апокалипсиса. Так, ребята, заходим. Во-первых, посмотрите, друзья, на эти супер-мощные двери. Огромнейшее количество вышек, чтобы отстреливаться от зомби. Очень, ребята, мощные двери, шипованные. Вы посмотрите. Просто, друзья, ни один зомбак сюда не зайдет. Так, открываем. Заходим, ребята, вовнутрь. В принципе, вышки вы эти уже, ребята, видели. Очень высокие, мощные вышки. С которых, ребята, можно стрелять очень-очень далеко. Это, как бы, против зомби очень-очень эффективно. У меня, друзья, двойной забор. Первый забор служит защитой против зомби. На второй, ребята, уже, так сказать, запасной. Да, дополнительно, на всякий пожарный. Здесь у нас, ребята, очень-очень мощные такие вот ворота. Смотрите. Так, шлагбаум прямо такой вот, да. Прикольненько. И вот, ребята, собственно, дом для выживших. Он старый, ржавый. Но, опять же, его можно будет восстановить, прокачать. Как по мне, довольно-таки круто, ребята, получилось. В доме, как бы, ничего такого прям суперинтересного. Обычно, ребята, дом вот такой вот какой-то американский. Да, в принципе, все, ребята, здесь старое, ржавое. Но, опять же, это все можно, ребята, будет восстановить. И, главное, друзья, у меня на этом доме стоит сверху крупнокалиберная немецкая пушка времен Второй Мировой Войны. Можно, друзья, с нее будет пострелять. И, в принципе, много-много зомбаков завалить. Здесь у меня, ребята, еще один такой трейлер стоит. На всякий пожарный. Короче, огромная база для большого количества выживших. И вот, ребята, следующая база от Спринга. Посмотрите, ребята. В принципе, вот эту вот часть мы уже, ребята, видели. Он ее прокачал дополнительно. И построил, ребята, вторую дополнительную часть этой базы. Здесь у нас, ребята, стоит такая вот машина, да, для зомби-апокалипсиса с миниганом. С очень, ребята, мощным крупнокалиберным пулеметом. Здесь у нас, друзья, детали, медикаменты, припасы и так далее и тому подобное. И здесь у нас, друзья, ящики стоят с припасами и боеприпасами. В принципе, довольно-таки, ребята, прикольно сделано. Даже водичку он, ребята, поставил. Вот, ребята, следующая база. Посмотрите, просто огромная. От Мяхта. Он, ребята, здесь делает ракету. Видимо, чтобы улететь куда-то на Марс или на Луну. Подальше от зомби. Капец, да? Нормальные такие, ребята, технологии. Просто какой-то Илон Маск, ребята, в зомби-апокалипсисе. В общем, да, друзья, вот такая прикольная база. И, в принципе, вот, ребята, все-все-все наши базы. Довольно-таки, да, ребята, прикольно получилось. Мы еще, ребята, ни разу, кстати, не строили ничего вот такого. Да, базы кинь, бункеры за одну минуту, за пять и за пятнадцать. В основном, мы, ребята, в этой рубрике строили транспорт всевозможный. И вот, ребята, наконец-то мы построили не машины в этой рубрике, а строение. А именно, ребят, базы для зомби-апокалипсиса или же зомби-базы. Чтобы, ребят, не пропускать новые серии, жмите на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь, друзья, на мой канал. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что нам еще, ребят, построить в этой рубрике за одну минуту, за пять и за пятнадцать в комментариях. Всем, ребята, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok